Всем привет! Сегодня или никогда мы будем делать деньги. Помогут нам в этом Надин Серовский, Никита Серов, Марго Савчук и Даня Матухно. Коллаборация года, как они сами себя назвали. Какой год, такая и коллаборация. И если про Савчук и Матухно мы уже говорили, то про семью Серовых только мельком. Как вам кликбейтное название этого ролика? Что там еще можно написать, чтобы точно кликнули? Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не стать жертвой инстаграм-сектантов, которые называют себя блогерами-маркетологами. Сделайте кнопку подписаться в цвет, слона на стене. Надин Серовский или Надя Серова. 7,3 миллионов подписчиков. Серовский звучит похоже на Сваровский. Надин сначала продвигалась через макет, где нужно было рассмотреть, что у мужа отразилось на дне бокала. Затем поняла, что через гивы продвигаться проще и поучаствовала во всех гивах сразу. Надя ведет блог про материнство, фитнес-отношения, с недавнего времени еще и про заработок. Надин из Иванова. Закончила Ивановский государственный университет по направлению бухгалтерский учет, анализ и аудит. Стала развивать блог в 2017 году, до этого занималась перманентным макияжем. Серовский уже продавали несколько инфопродуктов. Это были гайд по обработке фото, фитнес-программа и спортивный гайд. Книга про отношения. Свои гайды они продавали всегда недорого, видимо, понимая, какую аудиторию набрали в гивах. Разбор гайда по отношениям Серовских выйдет в Телеграм-канале, обязательно подписывайтесь. В 2019 году Серовский открыли шоурум в Иваново «Серовский дресс». Также развивают аккаунт в ТикТоке, где благодаря использованию VPN, публикации видео ночью и выходу в мировые реки набрали 6,8 миллионов подписчиков. Не так давно Надин Серовский предприняла много усилий, чтобы удалить свой фан-аккаунт. Перед блокировкой этот аккаунт рассказал, что есть мутная история с покупкой Нади квартиры в Иваново, и что Надя не общается из этой квартиры с матерью и сестрой. Муж Надин Серовский и Никита Серов. 3,6 миллионов подписчиков. Это идеальный муж для фото в Инстаграм. Говорит мало, а вместе они смотрятся органично. Раскачав свой Инстаграм также на гивах, Никита Серов заинтересовал канал «Пятница», и его пригласили в качестве фитнес-тренера в пятый сезон «Пацанок». Возможно, когда-нибудь телевизионщики перестанут смотреть на число подписчиков Инстаграм-блогеров и попросят хотя бы охваты им прислать. И вот Надин и Никита от недорогих гайдов решили перейти к курсу подороже. Вместе с Даней Матухно и Марго Савчук выпустили курс «Делай деньги сейчас или никогда». Дешевая манипуляция содержится уже в самом названии этого курса. И это не отсылка к «Умри, но не сегодня». Это скорее «Отдай нам деньги» или «Умрешь бомжом». Судя по сториз Дани и Марго, совместный курс с Серовыми был сделан на коленке за пару дней. Идея курса вам за 3000 рублей продают список из 82 интернет-профессий. Это на 10 способов заработка меньше, чем было год назад у Крейды в ее легендарном чек-листе. Так в 2020 году вообще можно продавать список интернет-профессий, когда это все есть в открытом доступе. Но совесть тут никого не мучает. И пару слов про Марго и Даню. У Дани Матухно есть Олег Дымшаков, который делает за него почти всю работу. У Марго есть Айлара, которая делает за нее вообще всю работу. Марго и Даня остается только делать красивое лицо и тратить деньги на камеру. И вот Олег Дымшаков всегда как-то не стыдно упаковывал ужасные курсы Матухно. А тут вдруг случился такой позор с «сделай деньги сейчас или никогда» и платным списком профессий. Хочу надеяться, что Матухно просто отодвинул Дымшакова, все сделал сам, поэтому и получилось так стыдно. Курс «Делай деньги» рекламировался очень активно. Надин называла подписчиков будущими миллионерами, обещала разыграть среди купивших айфоны и сумку из ЦУМа. Говорила, что в курсе будут только самые востребованные профессии, даже транскрибатор. Дорогие мои миллионеры и те, кто просто планирует сам себе зарабатывать на все. А там у меня за рукой вкуснейший слайд, да, который раскрывает все 82 способа заработка в онлайне. Пока показать не могу, его увидеть совсем скоро у себя в курсе. Но там и менеджер, и продюсер, и креативщик, и даже транскрибатор. Прикиньте, сколько! Транскрибатор переводит аудио или видео в текст. Сегодня есть программы и сайты, которые это делают автоматически. Стоит ли говорить, что биржи фриланса переполнены транскрибаторами, и эта услуга стоит 500 рублей. А когда Надя с семьей и няней сняли дом в Турции, они решили открыть продажи второго потока этого курса. Видимо, потребовались деньги на отдых. Хоть на момент запуска второго потока они еще не завершили первый поток. Обещали обучить людей за две недели, но еле-еле успели за месяц записать уроки. Видимо, это очень сложно. Сейчас Надя запускает продажи уже третьего потока. Разыгрывает сторис айфоны за отзывы о курсе. Отзывы, естественно, положительные. Надин даже дала пример такого отзыва. «Моя сфера – СММ-менеджер», пишет Надин в своем примере. «Прошла сферу СММ-менеджерства», пишут люди в своих отзывах. А некоторые после курса стали работать сторис-мейкерами, но со сторис у них какая-то беда. Опубликовав отзывы, Надя заявила, что какие-то инстападальщики ругают ее курс, но даже его не прошли. Я курс прошел. На старте продаж курса у них сломалась касса, но это не из-за ажиотажа, а просто криво настроили. Никита Серов не принимал участия в записи уроков. Максимум говорил приветственные слова. Надин сказала, что Никита хороший юрист, и он оформил этот курс юридической стороны. Было 13 уроков, в каждом несколько видео и PDF-файлов, которые Матухно называет книгами. В первом уроке Надин называет свой ТикТок-аккаунт самым быстрорастущим. Но непонятно, с кем она сравнивает. С Чарли Дамеллио, видимо. Про Никиту Надин говорит, что он уникальная личность, но сам Никита молчит и про себя не говорит. Надин намекает, что муж раскрутился благодаря ей. Из первого урока мы узнаем, что важно не образование, а польза, которую вы даете. Уже интересно, сколько пользы нам даст этот курс. В этом уроке говорят про внушение мыслей, то есть нас ожидает псевдопсихология, нужно готовиться. Надин заявляет, что Данил Матухно обучил 100 тысяч человек бесплатно и 6500 платно. Дело в том, что Матухно считает любого подписавшегося на телеграм-канал очередного запуска курса, как бесплатно обученного человека. По логике Матухно на моем канале 10 миллионов просмотров. Был бы я Даней, я бы сказал, что обучил 10 миллионов человек. Урок 2. Во ведении идет представление Данила и Марго. Даня говорит о 100 тысячах бесплатных и уже 15 тысячах платных учеников. Цифры растут. В прошлом уроке Надин говорила, что платных учеников у него 6500. В этом уроке нам говорят о важности позитивных установок и мышления. В видео разбор основных страхов Даня и Марго обещают научить нас работать над мышлением. Но снова начинают говорить о себе и хвалят друг друга. Даня говорит, что он специалист в маркетинге и что он продает качественные продукты. Заявляет, что наша покупка курса «Делай деньги» – это его заслуга, так как он сделал сайт и писал рассылки. И обращает внимание, как вкусно и качественно сделана его презентация. Урок о разборе страхов Даня называет фундаментом. Мы узнаем, что пока одноклассники Матухно учились в 10 классе, он уже строил свою компанию. Сильные стороны Марго Савчук – это искренность и индивидуальный подход. Тут они путают личные качества и профессиональные. Даня и Марго говорят, что на курсе научат нас выбрать форму заработка. И предлагают дальше учиться у них, купив дополнительные курсы. Хоть какая-то полезная информация началась в этом уроке с 20 минуты. То есть в 32-минутном видео по теме начинают говорить с 20 минуты. В уроке «Качество тех, у кого получаются» Даня говорит, что мы в предыдущем уроке разобрали страхи и заменили деструктивные убеждения на хорошие. Честно, я этого что-то не помню. Даня объясняет, что качество – это не знания, не инструменты, это то, что является определяющей вид штукой. Еще говорит, что если вы прослушаете курс и скажете, что курс странный, то вы находитесь в позиции жертвы. А чтобы был результат, нужны качества лидера. Если у вас их нет, то виноваты вы. Значит, вы слушали курс плохо. Четвертый урок. «Заработок в Инстаграм». Во введении Надин говорит, что в этой теме она эксперт экспертов, и мало кто сравнится с ее аккаунтом. Урок «Заработок в Инстаграм по модели блогер» очень похож на один из предыдущих вебинаров от Савчуки Матухно перед их курсами Инстабосс. Я заметил, что за год активного инфо-цыганства Даня Матухно уже стал повторяться. С девятой минуты урока нам рассказывают, как Инстаграм изменил жизнь Марго. Как сказала Савчук, у нее история Золушки. Она была стеснительная, без денег, неухоженная, без одежды. Стала много учиться, сказала людям, чтобы те следили за ней, и люди стали следить. Она много узнала про маркетинг и бизнес, и подписчики просили ее их этому научить. И Марго начала создавать инфопродукты. Савчук уверена, что она первая стала делать чек-листы и гайды. Также она уверена, что первой догадалась собирать аудиторию не только в Инстаграме, но и в других соцсетях. В общем, Марго – блогер-инноватор. В этом уроке нам советуют в самом начале блогерства сразу думать о том, как блогер будет зарабатывать и что будет продавать. Совет правильный, но он полностью идет в разрез с историей Марго, которую нам только что рассказывали. Надин утверждает, что продукты должны быть качественными. Но как быть с этим продуктом? Ведь, посмотрев 28 минут урока, я увидел рекламу Марго, узнал, что все они тут очень классные, а Инстаграм – хорошая площадка, и можно быть блогером и экспертом. На этом все. Это урок от эксперта-экспертов Инстаграма. В уроке заработок в Инстаграм по модели за кадром авторы максимально коротко пробежались по главным инстапрофессиям. Например, они разделяют такие профессии, как создание рекламных макетов и создание рекламных подач. Это, оказывается, две разные профессии. Видимо, укрейды из 92 способов заработка фишку взяли. Даня шутит, объясняя, что упаковка – это не коробка со скотчем, а правильная упаковка себя. Дают совет посмотреть 20 инстаграм-профилей, которые вам нравятся, и оформить свой, похожий на них. А если мне нравятся неправильные профили? Как понять, какое оформление правильное и хорошее? Об этом специалисты не говорят. Даня говорит, что менеджер по рекламе зарабатывает до 200 тысяч в месяц. Но когда Надин рекламировал этот самый курс, она уверяла, что ее менеджер получает 287 тысяч. Несостыковочка. Даня в уроке назвал этот курс топовым продуктом на рынке. Еще он утверждает, что нужно начать вести блог, поработать над мышлением, понять, кто вы. И только потом думать о заработке. Но в предыдущем уроке ведь говорили, что нужно сразу думать о заработке. В общем, я начинаю запутываться. Надин предупредила, что пока она не эксперт, но уже начинает разбираться в косметике и показывает это в сториз. Ждем, когда разберется до состояния курса. Пятый урок – маркетинг. Видео «Как зарабатывать на маркетинге» содержит ту же информацию, что и бесплатные ролики перед продажами курса по маркетингу. Матухно и Савчук. В видео «Погружение в мир маркетинга» Даня рассказывает, как маркетинг изменил его жизнь. Даня заработал 500 долларов на продаже карликовых обезьянок. Дальше был переезд в Москву, бизнес-тусовка. Даня делал сайты и зарабатывал. То есть у Матухно тоже история Золушки. Даня говорит, что в УЗИ не научат маркетингу, этому нужно учиться у практиков. Но его история это не подтверждает. У кого учился Даня, говорит, что всему научился сам. И в этом уроке Матухно снова объясняет, что упаковка – это не ленты, не клеенка, а набор смыслов о продукте. Даня разделяет рекламу на три вида – контекстное, таргетированное и личный блог. Больше Даня видов рекламы не знает. В видео «7 этапов внедрения маркетинга в проект» Даня говорит, что таргетированная реклама настраивается в Facebook Business Manager. Про MyTarget и другие сервисы Даня не знает. А седьмой этап внедрения маркетинга – аналитика. У Дани объяснен очень примитивно и однобоко. Матухно толком не говорит про анализ продукта, а это важная часть. Ведь можно продумать постепенное утепление клиента, то есть лид-магниты, трипвайеры, основные продукты, тропинки возврата и так далее. Про что Матухно опять забыл. Шестой урок про SMM. В видео «Заработок в сфере SMM» Даня просит Надин рассказать, кто у нее работает за кадром. Надин говорит, что у нее есть люди, но не уточняет, сколько их. Надя рассказала про сотрудника, который пишет ей субтитры в сториз, и мамочки очень благодарны за субтитры. Еще Надя рассказала, как недавно купила сценарий для одного тиктока за 15 тысяч рублей. И в этом же уроке Даня внезапно говорит правду. Цитата. Как думаете, кого мы берем в команду? Того, кто делает за тысячу рублей работу на тысячу, или кто за тысячу делает работу на 10 тысяч? На этом курсы для будущих миллионеров можно закрывать. Даже у таких милых блогеров сотрудники получают в 10 раз меньше за свою работу, чем должны. Еще нам зачем-то говорят про невероятную энергию этого урока, но тут все сухо, не эмоционально, а информация обычная. Урок 8. «Заработок без навыков для новичков». В видео про быстрый заработок Даня говорит, что этот урок уникальный, так как он поможет тем, кому деньги нужны сегодня. Марго рассказывает, как зарабатывает. Ей нужно было кушать, когда она училась, а чтобы Марго кушать, нужны были деньги на кафе. Самой готовить невозможно. И Марго продавала на авито шины отца, надеюсь, хотя бы разрешение спросила. Даня говорит, что первые деньги тратил на кофе в кофейнях, а Марго на еду в кафе. Свою мысль они ведут к энергии денег и входящему денежному потоку. Мол, чем больше тратишь, тем больше приходит неизвестно откуда. Отвлечемся от этого курса. В книге «Жлобология» Алексея Маркова есть поучительный пример. Выльям, 28-летний фанат ранней пенсии, живет в Сан-Франциско и готов терпеть весьма нетипичные для своей зарплаты лишения. Он получает 165 тысяч долларов в год. Вполне достаточно, чтобы красиво жить. Вместо этого он арендует комнату в доме с пятью спальнями за 800 долларов в месяц, тогда как отдельная квартира стоила бы ему 4000 долларов. Спит на надувном матрасе, по будням ест фасоль с рисом. На выход в люди он заложил 20 долларов в неделю. Спортзал бесплатный на работе. В год он накапливает почти 78 тысяч. За последние 4 года Уильям откладывал в среднем 85% своего заработка. С учетом роста фондового рынка он собрал уже 380 тысяч долларов. «Я накоплю 800 тысяч к 2022 году. Уволюсь и перееду в более дешевый город. И стану жить на проценты», — говорит Уильям. Это было, к слову, про энергию денег. И как люди в США копят и инвестируют в свои высокие зарплаты. Наши инстаблогеры все проели бы в кафе и ждали, пока им откроется денежный поток. В 10-м уроке заработок в сфере дизайна говорят практически то же самое, что говорили перед продажей курса Марго Савчук. Доллар, доллар, доллар. Веб-дизайн и сайты. Вот такой курс по заработку от Надин Серовский, в котором 90% времени говорит Даня Матухно. Собрались 4 блогера деньги по-быстрому заработать. Пока на Авито кто-то покупает возможность фотографироваться с пустой коробкой от 5-й Sony PlayStation, владельцы этих коробок делают деньги из воздуха. То же самое делает и вся сегодняшняя компания милых блогеров. Курсы «Делай деньги» — это каша из предыдущих бесплатных марафонов Савчук и Матухно. Но и в них полезной информации не было. При этом забавно наблюдать, что авторы считают свое каждое слово очень ценным, а информацию дорогой. Если бы в курсе не было воды и нахваливания друг друга по кругу, то всю информацию можно было поместить в одно видео длиною в час. А людям, купившим этот курс, придется все искать самостоятельно и изучать с нуля. Подписывайтесь на канал, посмотрите также вот эти видео. Всем пока!